дорогие друзья канал домашняя кухня с аллой приветствует вас друзья всем привет сегодня мы с вами печем домашний пшенично-ржаной хлеб на закваске вот она у меня в руках я ее достала только что из холодильника ее нужно подкормить добавить 100 грамм муки 100 грамм воды перемешать и взять необходимые 100 грамм закваски для хлеба сейчас я вам покажу структуру ее какая она у нас красавица видите какие там пузыри видите эта закваска у меня получилось конечно не с первого раза очень много факторов влияет на ее выведение это закваска полностью пшеничная на пшеничной муки закваску я подкормила и теперь можно приступать к замесу теста в миску я наливаю 360 грамм воды комнатной температуры и сюда же добавляю 100 грамм закваски как видим закваска плавает на поверхности воды это первый признак того что закваска вызрела она дееспособна и на ней можно выпекать хлеб а теперь перемешаю венчиком в отдельной емкости смешаю сухие продукты 100 грамм ржаной цельнозерновой муки 400 грамм пшеничной муки высшего сорта и 10 грамм соли все сухую смесь перемешаю прямо рукой чтобы соль и два вида муки равномерно распределились между собой соединяю закваску воду соль и муку все перемешиваю тщательно чтобы у нас не было непромиссов и оставляю тесто на 30 минут для аутолиза аутолиз это набухание клейковины в тесте это сделать необходимо при этом мисочку нужно прикрыть либо полотенчиком либо шапочкой для душа либо пленкой как у меня и так прошло полчаса теперь я приступаю к вытягиванию и складыванию теста первый раз вытягиваю и складываю тесто и делаю промежуток в полчаса затем второй раз и так четыре или пять раз подряд перед тем как вытягивать тесто обязательно смочите руки водой так будет легче добраться к дну миски и вытянуть тесто с каждым разом тесто будет все более упругое и упругое и если у вас получается так что тесто уже невозможно тянуть останавливаетесь и закрывайте его пленочкой и опять оставляйте на полчаса делаем четвертую растяжку так вот а друзья тесто уже не дает его растягивать вот просто колобочек скатался и все что я делаю я делаю вот такое вот посередине натяжение вот посередине и так прохожусь вокруг этого самого колобка не забываем руки смачивать и вот так немножко отбиваю тесто вот такими движениями вот друзья закрываю опять наш колобок на полчаса это выстоялась даже вижу вот кое-где появились пузыри я теперь прямо из миски его переворачиваю на стол под пыленой мукой такой воздушности как в дрожжевом тесте тут не будет в период расстойки теста эту воздушность мы будем наблюдать уже в готовом хлебушке вот так тесто самостоятельно вышла из миски немножко руки обмажу мукой и вот так вот тесто распрямлю и сформую его так надо обмакивать муку так так и вот так 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 и вот так собрала тесто и укладываю его швом вверх в подготовленный у меня дуршлаг накрытый накрытый льняной тканью эту ткань я предварительно посыпала мукой тесто я уложила швом вверх и теперь постараюсь этот шов еще больше стянуть посыплю немножко хлебушек мукой и еще раз затяну шов вот так и еще раз посыплю мукой и так тесто сформовано и уложен на форму у меня есть специальная форма для расстойки теста из ротанга но я хочу вам показать что если у вас нет такой формы можно приспособить для расстойки теста все что у вас есть под рукой в данном случае у меня эмалированный дуршлаг дуршлаг я его покрыла льняной тканью посыпала мукой и замечательно все подошло для расстойки теста всю эту композицию я сейчас оставляю на два часа для расстойки в тепле я уже ничего не вытягиваю все как есть оставляю а потом тесто пойдет на холодную ферментацию в холодильник на 8 тире 12 часов а то и больше как у вас будет получаться то есть хлебушек я выпекаю завтра настало утро и время выпекать хлеб вот так выглядит хлеб после ночной расстойки в холодильнике немножко конечно поплыла по краям но это нормально для моей молодой закваски теперь нужно освободиться от льняной ткани и выложить хлеб в ту емкость в которой я буду его выпекать выкладываю хлеб на пергамент при этом помогаю себе крышкой от кастрюли и снимаю ткань ткань немного прилипла к тесту это говорит о том что недостаточно посыпала мукой лучше всего посыпать тесто рисовой мукой тогда ткань не будет прилипать тесто очень нежное и поэтому я его не стану сейчас надрезать лезвием пусть уже будет как будет вставляю лист пергамента вместе с тестом в кастрюлю в которой буду выпекать хлеб я ее не нагревала орошаю немножко водой и закрываю крышкой ставлю в духовой шкаф на 250 градусов на 20 минут под крышкой затем сниму крышку и остальные 40 минут буду допекать уже без крышки но уже при температуре 200 градусов ну вот таким получился мой хлеб он уже остыл я могу взять его в руки по бокам конечно видны следы от пергаментной бумаги разрез сверху я делала уже после того как сняла крышку и убавила температуру до 200 градусов а теперь хочу вам разрезать хлеб и показать какой же он получился внутри разрезаю хлеб и чувствую какой же он нежный какой же он мягкий ну вот посмотрите сами я конечно ожидала больших дырок и честно говоря их не очень хотела но тут неожиданно для меня мякиш получился настолько красивым равномерным по всей площади сразу видно что все дырочки мякиша устремлены вверх то есть правильная была формовка теста ну посмотрите разве это не не прелесть разве это не красота а запах какой но просто невозможно настолько великолепный получился хлеб а вот я сжимаю хлеб и видите он сразу тут же распрямляется это говорит о том что технология приготовления хлеба соблюдена и этот хлеб но просто для меня это высший класс друзья выпекать хлеб из ржаной муки не так то просто потому что тесто которое содержит ржаную муку оно не такое эластичное как тесто из пшеничной муки но поверьте оно того стоит во-первых оно гораздо вкуснее ржаной хлеб он пахнет по-другому у него вкус на мой взгляд гораздо благороднее чем с обычной пшеничной муки поэтому если кто-то занимается выпечкой хлеба на закваске добавляйте хоть немного ржаной муки и у вас будет совсем другой вкус хлеба ну а я свое видео заканчиваю я очень довольна своим результатом желаю вам выпекать свой домашний хлеб на закваске всех вам благ здоровья хорошей домашней еды вкусной еды до новых вкусных встреч всем пока пока дорогие друзья благодарю вас за подписку на канал всем вам желаю здоровья и успехов